Добрый день! В эфире программа «Разворот на бизнес» и в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Мы делаем нашу программу по следам Петербургского экономического форума, международного экономического форума, который прошел 6-8 июня в городе Санкт-Петербурге. Естественно, наши руководители, руководители нашего региона там побывали, и мы следили за тем, с кем встречались, что подписывали. Но подробности, подробности нам удастся узнать в сегодняшнем эфире. Первый вопрос очень простой. В чем отличие данного форума, нынешнего форума 2019, от инвестфорума в Сочи? Вообще, площадки, они различаются чем-то принципиально, или это, в принципе, однотипные, просто характер встречи? Такой вот сразу вопрос, так сказать, на засыпку. Ну, я не знаю, ну, давайте там, можно сказать, что в чем-то абсолютно похожее, потому что инвестиционно-экономический суть явления, это одна и та же, собираются инвесторы со всего мира, поскольку и тот, и другой международные, так сказать, форумы. То есть регионы представляют свои предприятия, представляют свои стенды, так сказать, там проводят различного рода встречи. Наверное, в этом смысле они очень похожи. Но, наверное, в чем-то и разнятся, потому что здесь это такой президентский формат, так сказать, и встречи с мировыми лидерами проводит президент Российской Федерации на Петербургском экономическом форуме уже традиционно, а на форуме в Сочи премьер-министр. И там есть на сочинском форуме отдельная такая сессия, где премьер-министр собирает на своей площадке руководителей регионов и всех без исключения руководителей федеральных ведомств. И идет такой достаточно откровенный разговор о том, что происходит в экономике, что нужно сделать в регуляторной сфере, какие есть трудности, какие есть возможности. Ну, вот, наверное, а так в целом, конечно, это международные экономические инвестиционные форумы, которые достаточно регулярно проходят. Просто мы с вами живем чуть дальше от Владивостока, так сказать, да, и в силу там удаленности не принимает наш регион участие в дальневосточном экономическом форуме. Но я думаю, что вполне можно было бы задать такой вопрос. Он тоже, наверное, мало чем отличается. А те темы, с которыми ездили, то, что представляли на стендах, представляла Кировская область, они различались, и задачи, с которыми вы ехали на форум в Сочи изначально, мы проговаривали просто в отдельной программе, и задачи, которые ставили на этот форум. Да, да, естественно, потому что все-таки Сочи – это площадка для презентации инвестиционного экономического потенциала России, российских регионов. А Петербург – это такая стратегическая площадка для обсуждения мировых процессов, происходящих в экономике, для обсуждения тенденций развивающихся рынков, глобальных рынков. И здесь, если, допустим, мы в Сочи представляли определенные конкретные проекты, которые у нас реализуются в экономике области, то Сочи – это уже обсуждение таких общемировых тенденций развития мировой экономики. Петербург, вернее. Международный характер форума подразумевает переговоры с иностранными компаниями, прежде всего, с тем, чтобы привлечь инвестиции, и привлечь инвестиции именно в регионе. В нашем случае это было преимущественно компанией фармкластера, потому что мы видим, что была встреча с Санофином Олег. Да. Или еще что-то было. Это такая, знаете, Санофином Олег – это такая системная работа, то есть мы с коллегами уже побывали и в Лионе, и посмотрели, как работает биокластер там, и очень-очень многие, так сказать, идеи мы хотим развивать и в Кировской области. А в Санкт-Петербурге произошло такое знаковое событие, и состоялось подписание договора с американской компанией Animal Health, которая будет производить на базе, на налег, это одна из крупнейших мировых компаний в области вакцин для животных, и это такая революция, так сказать, происходит от того, чтобы лечить болезни животных антибиотиками, а дальше они попадают там с молоком и другими продуктами в пищу, так сказать, человеку, что не очень здорово, так сказать, да, и мы все вот говорим о напичканности там американских куриных окорочков, там чем-то, помните, такие истории, так сказать, да, то здесь это речь идет о революции в этой сфере, то есть это вакцинация, да, предотвращение, так сказать, болезней. И то, что крупнейший мировой производитель заключил на питерском экономическом форуме меморандум о намерениях и в ближайшее время начнет переносить производство в Кировскую область на мощности Новорека, мне кажется, это очень здорово. И не переносить производство, не производство полностью, то есть локализовать производство вакцин, не фасовку, не упаковку, а полный цикл, который позволяет делать биотехнологический кластер в Кировской области. Вот идеи до производства готовых лекарств. Вакцинация крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, я позволю себе шутку, так сказать, в том числе, эта компания производит очень широкий спектр вакцин. Но нас, прежде всего, интересует то, что применяется для сельского хозяйства, конечно. Плюс инвестиции в производство, потому что они работают на весь мир. Работа, ну, прежде всего, на Россию, на постсоветское пространство, так сказать, по всему миру, там компания занимается отдельно. Мы так, по предварительным данным, это около 120 рабочих мест, порядка там от 70 до 100 миллионов инвестиций, которые в ближайшее время, долларов, будут сделаны. Ну, такая вот серьезная, хорошая задела. И еще одно очень важное, так сказать, наблюдение, наверное, об этом можно говорить, поскольку публичное, так сказать, подписание, и участвовали представители, заместитель министра промышленности, торговли, ЦИП, заместитель министра сельского хозяйства. То есть, несмотря на все санкционную политику, давление, так сказать, крупнейшая американская компания продолжает активизировать свое присутствие в России и размещает производство в Кировской области. Это здорово. — Есть еще у этой компании локализация на территории Российской Федерации? Или мы первые? — Насколько известно, нет. То есть, мы одни из первых. — Насколько мощным планируется делать это предприятие? Какое количество там регионов или на всю страну производить? — Знаете, я думаю, что вот здесь, наверное, мы уже вторгаемся в такую технологическую, так сказать, историю, которая касается предприятия. Если бы вы сюда пригласили директора Нанолек вместе с уважаемыми коллегами из Соединенных Штатов, они бы с удовольствием рассказали. Наша задача привлечь сюда инвестиции, обеспечить возможность работы компании. Вот для этого послужила как раз регистрация биотехнологического кластера и те идеи, которые мы собираемся развивать в Левенцах. — Это будет в Левенцах, да? — Да, конечно. — Это значит, что там будут построены еще корпуса? — Абсолютно верно. — То есть, еще будет строительство, а значит, будет разрастаться поселок и инфраструктура. — Будет разрастаться поселок, будет разрастаться инфраструктура. Мы очень, вот не зря, понимаете, мы вот так, строится поселок раз-два, наверное, сложно, так сказать, сказать. Вот помните, мы там какое-то время назад обсуждали с вами итоги, так сказать, поездки во Францию и то, как устроен бизнес фармацевтический там. После этого нам удалось сделать несколько принципиально важных вещей, о которых мы говорили на Петербургском международном экономическом форуме с представителями компании «Санофи» и «Наверег» в том числе. Нам удалось добиться того, чтобы, я подчеркиваю, нам, потому что это была инициатива Кировской области, которую мы обсуждали в том числе на совещании у президента Российской Федерации, она была поддержана и сейчас уже воплощена в жизнь. Это заключение не одногодичных контрактов, а контрактов на срок производства вакцины, а это три и более лет. Это нам удалось. Второе, то, что нам удалось, нам удалось добиться возможности заключения овсетных контрактов. Что это значит? Вот такие небольшие по численности населения региона, как мы, Республика Коми, там, я не знаю, так сказать, еще близлежащие там, Вологодчина, так сказать, можем объединяться в пулы регионов, объединять наши бюджетные деньги и заключать крупные соглашения по включению в календарных план вакцин, которые производятся на нашей территории. То есть, вот многолетний овсетный контракт, это то, чего нам удалось добиться вместе с компаниями фармацевтическими, это уже принято. Для нас это выгодно с точки зрения того, что себестоимость... Для нас это выгодно, падает себестоимость, развивается производство, локализованное у нас в области, появляются налоги в бюджете, рабочие места. А небольшие регионы уверенно смотрят в будущее, потому что собственного бюджета недостаточно для размещения заказа, а объединение этих усилий позволяет развивать, в том числе, производство и быть уверенными в том, что мы будем обеспеченными вакцинами для детей по целому ряду, так сказать, заболеваний. Дальше мы хотим развивать следующую, так сказать, историю. Мы хотим, и рабочее название этой штуки, так сказать, биополис, это абсолютно аналогичная картина тому, что происходит, так сказать, во Франции, там, не знаю, в Соединенных Штатах, в Италии, еще в целом ряде стран. Когда вокруг крупного производства развивается биотехнологический кластер, в котором есть место факультету, соответствующего опорного университета, студенческому кампусу, строительству жилья для работников, для специалистов, которых мы будем приглашать, я надеюсь, из других регионов Российской Федерации, появление такого, знаете, вот как в Татарстане есть город Иннополис, который возник вокруг университета, так сказать, да. Вот я думаю, что если мы объединим наши усилия и будем двигаться так же, как мы двигаемся по привлечению инвесторов вот в этот самый кластер, то может появиться вполне себе отдельное муниципальное образование под названием биополис, в котором будет развиваться промышленность, наука, приезжают специалисты, иметь там жилье, комфортные, так сказать, условия. Вот это наша цель и задача. При каких условиях можно реализовать такую задачу? Желание, прежде всего. Политическая воля? Ну, я бы не сказал политическая, потому что в данном случае, наверное, мы с Александром Анатольевичем не как политики, а как хозяйственники должны выступать, да. Вот создать условия для того, чтобы биотехнологический кластер, который сейчас на бумаге зарегистрирован и уже позволяет двигаться тех результатов, которые я говорил, привел бы к появлению вот такого, ну, давайте назовем это городом, где будут жить люди, так сказать, создавать новые продукты, и открывать производство. Но, опять же, это не должно быть там, не знаю, здесь мы будем немножко шить, здесь немножко пилить дрова, здесь чуть-чуть производить кирпичи. Если уж это биотехнологии, то это высокие технологии, это развитие науки, образование. Это потребует изменения всего образа жизни людей, которые там будут, потому что высококлассные специалисты, да, они будут требовать лучших условий. Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что чем выше уровень образованности, чем выше уровень производства, которое мы, так сказать, затеваем, тем выше требования к социальному окружению. Поэтому это как раз позволит это и в запросе. И вот там, наверное, да, Светлана, будет как раз место тому, о чем мы с вами обсуждали не так давно, так сказать, и вы там, ну... А мы сейчас сохраним интригу, прервемся на полминуты. Я как раз хотела этот вопрос задать. Возвращаемся в студию, это программа «Разворот на бизнес». В нашей студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, мы ведущие. А в гостях у нас Игорь Васильев, губернатор Кировской области, Александр Чурин, председатель правительства Кировской области. Они только что вернулись с Петербургского международного экономического форума. Практически с полей форума, да? Практически с полей. Нам, конечно, необходимо узнать, не просто перечислить рамочные соглашения, а узнать, что заложено в тех идеях, которые озвучились, обсуждались. Или уже подписаны какие-то конкретные шаги, определены. Вот Игорь Владимирович зацепил краем историю, которую я, конечно, очень радею, и хотела я об этом спросить. Когда мы говорили о возможности возникновения недалеко от Кирова Иннополиса, который был на основе биофармацевтического кластера, мы заговорили о том, что люди, которые будут работать на таком серьёзном производстве, это будут люди с высокими потребностями, высокообразованные люди, которые захотят жить в инновационных домах, они захотят хороших школ, хорошей инфраструктуры. И вот здесь, а там небольшой посёлок Лёвинс сейчас там находится. Понятно, что он будет тоже требовать каких-то инфраструктурных изменений. И тут уже такой крючочек забросил Игорь Владимирович и сказал, вот тут, Светлана, та идея, которую мы обсуждали с вами в разных форматах, и обсуждали с компанией Хольцхаус, и обсуждали с соцблоком нашим, строительство тоже инновационных для России школ, но из нашего материала мы сейчас говорим о школах, сделанных из дерева. Могли бы пригодиться. Вопрос. Действительно ли в Кировской области, вы говорили здесь, что мы планируем построить первую такую деревянную школу в Посегово, действительно ли в Кировской области реально, вот при всём том, что мы имеем, запустить эти школы и почему? Ну, я... Давайте опять начну, ты скажешь, да, вот там Александр Анатольевич смотрит. Александр Анатольевич радеет за деревянную школу? Ещё как. Ещё как. Ну, давайте я начну, а потом мы, может быть, ему переадресуем вопрос. Мы на, как вы правильно говорите, на, как это принято говорить, на полях форума, так сказать, да, Санкт-Петербургского в том числе, встречались с одними, ну, с целым рядом, так сказать, производителей, которые занимаются деревянным домостроением, фанерным производством, и нашли полное понимание, так сказать, и взяли, более того, на себя инициативу при проведении в Кирове возможного лесного, так сказать, форума и большого крупного там общероссийского совещания по лесной отрасли, включить в повестку дня обсуждение как раз вопросов деревянного домостроения в том ключе, о котором вы говорите, чтобы была возможность при строительстве индивидуального жилого дома из местных материалов, у нас это дерево, получать ипотечное кредитование, чтобы это... Которым проблема сейчас. Которым сейчас есть абсолютно проблема. Второе, так сказать, чтобы проекты, скажем так, детских садов, школ, спортивных, культурных сооружений, может быть, небольших кинотеатров, концертных залах, прошли государственную экспертизу, попали в перечень типовых проектов, на которые была бы возможность получать федеральное финансирование. И тогда мы с вами убиваем двух, так сказать, зайцев. Первый, мы нагружаем работы местных производителей, которые занимаются деревянным домостроением, они имеют возможность производить серийное, скажем так, производство, которое будет востребовано не только у нас по всей стране, и за федеральные деньги в том числе. И второй момент, мы получаем, наверное, самые экологически чистые, самые удобные, самые быстро возводимые конструкции, в которых могут в небольших, так сказать, городах размещаться вот то, о чем мы с вами говорили, то, что у вас была возможность увидеть в Финляндии. Такие вот образовательно-культурно-спортивные центры. Я знаю, что вы побывали и увидели одну из лучших школ, так сказать, в мире. Совершенно верно, да. Они так, не только они, а так это и есть на самом деле. И там есть место всему тому, о чем мы с вами говорили, так сказать. Да, это и кинотеатры, и концертные залы, и спортивные сооружения, и образовательное ядро. И этим могут пользоваться и взрослые, которые живут в этом поселке. Я думаю, что вот такого рода уже становится, так сказать, не мечтами, а есть абсолютно практические шаги, которые мы вместе должны с вами проходить. Вот это тоже обсуждалось на форуме. Это такая очень хорошая, так сказать, площадка, когда собираются вместе сразу все заинтересованные стороны. Это институты развития, например, там, Нишеконубанк, который имеет большие, так сказать, деньги и готов их вкладывать в такого рода, так сказать, проекты. Это компании, которые занимаются непосредственно технологиями деревянного домостроения. Это территории, которые готовы предоставлять там землю налоговую и какие-то еще, так сказать, льготы. Да, у меня есть дополнительный вопрос, Олег, потом тебе в руки. Мы знаем, что деревянное домостроение сопровождает очень медленное изменение законодательства, которое мешает развиваться им. Вы, Игорь Владимирович, возглавляете в Госсовете рабочие группы по образованию, по медицине и по экономике. Подготовки кадров. Подготовки кадров для экономики. Вот все-таки вопрос изменения законодательства в пользу того, чтобы у нас процентное соотношение деревянного домостроения и кирпичного, бетонного, любого того, к чему мы привыкли, стал меняться. Какие ресурсы у нас есть, какие инструменты мы готовы продвигать, на каких уровнях вообще мы можем это делать? Ну, мы это и делаем на тех уровнях, на которых Вы сказали. Это рабочие группы Госсовета, это Министерство образа просвещения, это институты развития, еще раз о которых я упомянул. Но самое главное, в чем мы должны с Вами быть абсолютно уверены, что это законодательство не будет во вред и прежде всего безопасности наших с Вами, так сказать, граждан. Что это значит? То есть, если проекты, которые сейчас предоставляются и рассматриваются как потенциальные для строительства такого рода объекта, будут защищены с пожарной точки зрения, так сказать, с экологической точки зрения, пройдут экспертизы и будет абсолютная уверенность в том, что из них строить не только можно, но и нужно, это дешевле и быстрее и поддерживает нашу промышленность, тогда мы в этом законодательстве будем абсолютно уверены. Другого механизма никакого нет. То есть, это прохождение экспертизы, уверенность в том, что эти объекты с точки зрения МЧС и природных катаклизмов абсолютно безопасны, а дальше уже включение их в перечень типовых и все, и принятие, не знаю, Государственной Думы, Совета Федерации соответствующих законов. Такой вот каверзный вопрос Александру Анатольевичу. Строительное лобби, которое привыкло строить большие дома, и у каждого есть свой кирпичный заводик, цементный заводик и плиточный заводик, они же будут сопротивляться? Ну, возможно, будут сопротивляться. Поближе микрофон, пожалуйста. Возможно, будут сопротивляться, но, понимаете, тут ситуация такая. Экономика, экономика проектов, она покажет, что выгоднее строить из дерева, из наших, допустим, местных стройматериалов, или строить из кирпича, из бетона и так далее. Если вот такие проекты, когда они пройдут все согласовательные процедуры, окажутся более выгодными, более дешевыми, экологичными и так далее, ну, вряд ли строительное лобби сможет помешать. Ну, Светлана, видимо, ведет в виду, что как раз противодействия не будет ли с точки зрения одобрения этих проектов? Вы знаете, вот здесь я бы, наверное, разделил все-таки эти вещи. Вот никто же не отменяет строительство многоквартирных домов из традиционных материалов. Мы говорим сейчас вот о чем. И, кстати, это абсолютно здесь нет никакого секрета. Нам очень тяжело находить подрядчиков на строительство вот традиционных детских садов, школ, так сказать, в отдаленных районах. Потому что, ну, представьте себе, нужно все эти конструкции завести как минимум из Кира. Очень во многих других, скажем, в том же деревянном домостроении, там и плечо, короче, так сказать, и производители, они, как правило, находятся. Там же в районах и находятся, так сказать, и, не знаю, там и в Богородском, и в Свече, и в Нагорске, и в Лузе. От себя, коллеги, могу только добавить, что Финляндия и северные страны Европы, они озаботились прежде всего здоровьем, конечно, а не экономикой потом озаботились. Потому что деревянные школы, деревянные детские сады, дома престарелых и больницы стали строить потому, что необходимо было заниматься той самой демографией и увеличением там продолжительности жизни. Я думаю, что это всегда вот как-то поспирали, вы правы, да? То есть сначала мы нечем... Давайте вспомним, что там самая высокотехнологичная в мире компания называется Nokia начинала свое производство с резинового галоша. И не сразу они пришли, так сказать, к тому, чем занимаются сейчас. Так и, собственно, в домостроении, да? Когда сначала думают об очень простых решениях, потом появляются, так сказать, деньги, возможности, желания заниматься уже и вопросами экологии в том числе. Вот мы, наверное, уже так чуть-чуть, тихонечко начинаем пулить первой части к экономике, да? И она нас уже подталкивает к необходимости загрузки собственных мыслей. А потом, смотрите, как поменялась, да, вот технология в деревянном домостроении, да? То, что даже было несколько лет назад и то, что есть сейчас, это совершенно другие материалы. Да, и надо упомянуть, что 13-го числа у компании Хольцхаус официальное открытие завода, где все там будем и увидим, как производится современный музей. Да, где все-все там будем, да. Чем это не близко, это в Лузе. Да, мы с вами будем. Примем участие. Но здесь, кстати, отрадно, смотрите, то, что уже вот такая компания, как Хольцхаус, она уже звучит на всех выставках, на сайтах, так сказать, на, не знаю, там, на рынках не только России, а где-то и за рубежом, как один из качественных производителей. В общем, находится достаточно далеко, даже вот по нашим меркам, так сказать, от Кирова в Лузе, это совершенно замечательно. Да, цитовка в корабле живет. Значит, будет расти и развиваться регион. Туда вложены очень немалые деньги и надеемся на отдачу. У меня был вопрос, когда вы рассказывали о том, что это площадка для встреч с бизнесом, с институтами развития, финансовыми институтами, эти встречи, они происходят там спонтанно в том числе, или это все-таки встречи, которые готовятся заранее, четко по графику и так, ну, технологически, как это происходит? Нет, конечно, ну, можно, я извиняюсь, я, Александр Анатольевич, отнимаю, так сказать, хлеб, но вы добавите, наверное, конечно, по графику, то есть вот, ну, спонтанное, наверное, очень редко, так сказать, возникает. Ну, с главными регионами, возможно, спонтанно какие-то были. Ну, да есть и спонтанные вещи, например, мы совершенно случайно встретились там с English First, да, это есть очень известная сеть, которая говорит, а мы вот совершенно не представлены в Кирове. Что это? Это школа изучения английского языка. Я думаю, Александр Анатольевич, как там по первой профессии профессионал об этом расскажет. Скажем, у нас состоялась большая встреча вот с компанией Санафи, которые подготовили, так сказать, для нас в том числе, так сказать, очень серьезную подробную информацию о том, как они участвуют в маркировке фармацевтической продукции в Российской Федерации. И попросили нас поддержать ряд предложений в рабочей группе Госсовета по здравоохранению. Санафи сотрудничает с Налеком. Абсолютно верно. Например, мы повстречались с компанией... АФК-система? АФК-система, так сказать, наметили там дальнейшие шаги по открытию здесь офиса, так сказать, по проведению, опять же, лесного форума, по их участию. Они сейчас затевают производство по новой технологии, это уже не клееный брус, это следующая, так сказать, технология. И вот договорились о том, что они нам ее представят. И они как раз готовы... Да, соглашение с Павовой, МРСК, Центр и Приволжье. Мы это там целый ряд тем, так сказать, обсудили, и мы же заходим и в энергосервисные контракты. И я думаю, что здесь как раз вот такого рода соглашение позволит нам и потери минимизировать, и ресурсы сберечь. Подписали соглашение с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, очередной, с их площадкой, ТЭК-ТОРК называется. Мы уже достаточно активно продаем там лесные ресурсы, будем развивать электронную закупочную деятельность, делать эту сферу, так сказать, абсолютно прозрачной. Вот суд Муртии мы подписали соглашение. Камазов, хорошо. Мы хотим разобраться хотя бы в части этих историй. Давайте, да, раз уж мы вернулись к English First, гуманитарная тема тоже должна быть. Что это за система такая, о которой сейчас нам Александр Анатольевич Чурин расскажет? Коллеги предлагают открыть школу, в том числе для переподготовки учителей средних школ, для повышения их профессионального уровня, и использовать потом этих учителей, которые пройдут переподготовку в этом учебном заведении, для подготовки уже детей разного возраста, разного уровня развития, разного уровня подготовки и так далее. Ну вот мы обсудили с ними методику преподавания английского языка, как они готовят учителей, какие у них программы переподготовки, повышение квалификации учителей. Вы ИНЯЗ заканчивали, наш ИНЯЗ. Да, да, да. Мы с ИНЯЗ вместе заканчивали. ИНЯЗ. Он немецкое и английское отделение. Ну как? Вы все в одном здании учились, только я географию и биологию. Ну и повыше нас учились, на другом этаже. Поэтому достаточно интересное такое предложение. А что за школа-то такая? Нет, у меня другой вопрос. Это коммерческая структура? Это коммерческая структура. Или это комбьют-институт, который... Почему вы заинтересовались ей? Это много платежчиков Великобритании. Она какие-то результаты дает? Они говорят о том, что их методика преподавания иностранного языка, английского языка, дает очень хорошие практические результаты. Не секрет, что учителя средних общеобразовательных школ со временем показывают более низкие результаты даже тестирования в знании языка. А у нас грядет обязательно ЕГЭ по иностранному языку. И поэтому здесь речь-то идет о чем? Чтобы создать систему переподготовки, систему повышения квалификации учителей, которые затем будут уже передавать свои навыки, полученные вот в этой школе, ну, детям. Это может происходить по заказу правительства Кировской области? По заказу правительства Кировской области? Здесь тогда у меня тоже вопрос. Они вообще в ГОС, в Федеральный государственный образовательный стандарт вписываются? Или это своя программа, которая... Вот это мы с ними и обсуждали. То есть это же важный... Это важный вопрос, и мы обсуждали, и они говорят о том, что они приняты в этот стандарт. Но мы назначили встречу, договорились о встрече уже здесь, на территории области, и Дмитрий Александрович Курдюмов примет участие в этой встрече. Я думаю, что мы возьмем и экспертов, и специалистов, и преподавателей. У нас реальная цель в итоге какая? Представим ситуацию, да? Что мы хотим добиться таким способом? Вы знаете, я думаю, что мы хотим добиться таким образом, чтобы выпускники наших школ были еще более конкурентноспособны при поступлении в ВУЗы. А знание иностранного языка – это одно из обязательных условий конкурентноспособности нынешнего молодого человека на рынке. Вот, чего мы хотим добиться. В Левенцах с инвесторами. Совершенно верно. И говорить с ними на одном языке, например… И правильно читать упаковки. Да. Помогает бабушкам читать упаковки. За границей, да. Это тоже такая история. Но вот мы вернулись сейчас к конгрессской школе, а перечислили там еще очень много чего. Вот, например, вы сказали, ФК-система, которая хочет зайти с новой технологией деревообработки, еще более современной, чем клееный брус. Что это такое? Вот, опять же, давайте вот мы вот такого рода, так сказать, вопросы будем задавать специалистам. У нас грядет лесной форум, я думаю, коллеги просто покажут, что это такое, так сказать, да. Я боюсь, что по радио очень сложно, так сказать, объяснить… Но они просто его будут презентовать. Очень просто объяснить вкус конфет, так сказать. Или на площадках на наших производителях. Вы знаете, вот у нас стоит задача, чтобы любой заходящий сюда в лесной сфере инвестор не менее 60% леса перерабатывал на собственных мощностях, либо производил из него, как можно меньше продавал круглого леса, так сказать, на сторону, не оставляя здесь налогов, не создавляя рабочих мест. Поэтому любая новая технология, которая ведет к локализации производства, ведет к новым рабочим местам, к новым поступлениям в бюджет, к глубине переработки леса нами всячески приветствуется. А уже что это такое, как это работает, на каких, так сказать, принципах? Я думаю, что мы с удовольствием все вместе с вами на лесном форуме это делаем. Спасибо, прервемся сейчас на полторы минуты. У нас реклама, тоже бизнес, и вернемся в нашу студию. Возвращаемся в студию. Это программа «Разворот на бизнес». Здесь Олег Прохоренко и Светлана Занько, и наши гости. Да, наши гости. Александр Анатольевич Чурин, председатель правительства Кировской области и губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев. Но я должна сказать, что если лесной форум состоится, а он состоится, то тогда, коллеги, раз уж мы нашим слушателям пообещали, что мы расскажем про эти новые технологии, то вы нам помогаете с экспертами, которых мы пригласим в нашу студию. Я, собственно, про это же хотел продолжить. Правостречная система просто звучала, Игорь Владимирович упоминал о том, что там и фанера будет применяться, и прочее. То есть вот эти две темы, строительство новых социальных объектов, деревянное домостроение и так далее, это тоже тема, ФК-система в том числе, или они все-таки заинтересованы в каких-то других интересных проектах на территории области? Но вы знаете, вот самый интересный проект, который у нас происходит, ЦФК-система, так сказать, это перевод управляющей компании Сеги-Жегруп в Киров. То есть и налогообложение здесь? Совершенно верно. И полностью вся управленческая структура, так сказать. Я думаю, что те из вас, кто проезжает сейчас по улице Карла Маркса, если я не ошибаюсь, так сказать, да, могут увидеть большую красивую надпись Сеги-Жегрупп, так сказать. Там ремонтируется здание, и уже управление компании находится в городе Киров. А это значит? А это значит, что будут дополнительные поступления в бюджет. Вот мы все же приветствуем, когда, допустим, ну, я не знаю, там какие-то, приведу примеры, там, Газпром зарегистрировался где-то. С Санкт-Петербург. Ну, вот у нас произошло, может быть, менее масштабное, но сопоставимое, так сказать, событие. Компания, один из лидеров деревообработки в Российской Федерации, АФК-система, так сказать, перерегистрировала свое подразделение в город Киров. И когда это произошло? Это как-то прошло мимо внимания прессы? А это нормальная абсолютно история. Мимо прессы проходит очень много позиционных тискейстеров. Они уже зарегистрированы в нашем регионе? Да. И уже работают? Я вам по секрету скажу, что примерно уже года три работает вторая очередь Вятского фанерного комбината, и где-то в Кировской области. И налоги здесь. А сколько времени АФК-система как компания зарегистрирована в Кировской области? Не ФК-система, Сегеж Групп. Сегеж Групп, прошу прощения. АФК-система входит много компаний, да. Это их лесное подразделение. Это лесное подразделение. Сколько времени они здесь уже зарегистрированы? Они с начала этого года. С начала этого года? Да. Поэтому не фигурируют пока в топ-20 налогоплательщиков. Будет торжественное открытие, но, наверное, мы все должны отрисовать, так сказать, компании. Да. Наверное, пригласят нас на торжественное открытие. Наверное, нас пригласят. Да, журналистов-то пусть тем более. Наверное, нас пригласят. Да, я надеюсь. У нас есть очень большой блок, который мы хотели разобрать по взаимодействию с регионами, потому что было подписано несколько соглашений по взаимодействию с регионами по разным направлениям. Но до завершения первого часа осталось буквально 5 минут. Поэтому давайте возьмем пока что не регионы, а спорт. Тем более, что уже в новостях прошли сообщения, что ожидается приезд министра спорта в Кировской области. С чем это связано? О чем было соглашение? Александр Анатольевич. Шуршите. Шуршим. А просто откровенно скажу, что столько много всего, что это невозможно сохранить в одной голове. Поэтому мы и пришли вдвоем, и принесли с собой еще немножко бумаги. Прежде всего, соглашение с министерством спорта о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры. Оно предусматривает в том числе выделение денежных средств на закупку оборудования для наших спортивных школ, для развития профильных видов спорта в Кировской области. А также отдельно обсудили возможность проведения различных соревнований, как общероссийских, так и международных соревнований на наших спортивных площадках. Это мы слышали в пресс-релизе, Александр Анатольевич. А мы хотим эксклюзива. Я вот хочу... Мы сейчас вас будем пытать. Я хочу пролоббировать интересы слабоскового, который уже давно бьется на то, чтобы сделать пристрой красному якорю, потому что негде заниматься борцам. Борцам. Появится он или нет благодаря вот этим вот движениям в сторону развития массового спорта. И что такое профильные виды спорта в Кировской области? У нас же много профильных видов спорта. Это хоккей с шайбой, хоккей с мячом, легкая атлетика, плавание. Ледолазание. Ледолазание, лыжные гонки. Художественная гимнастика. Художественная гимнастика. Борьба не входит. Почему? Борьба входит. Самбо. Велосипедный спорт не входит. Ну, у нас область просто не приспособлена для велосипедного спорта. Ну, как мы привнели? Приспособим? Приспособим? Мы же над этим работаем. Отменим зиму. Отменим зиму, да, сняли подробности. А есть зимние покатушки на велосипеде? Нет, ну, это в качестве шутки, конечно. Ну, вот смотрите, все-таки, наверное, такие соглашения всегда, наверное, носят рамочный характер. Просто в данном случае оно совершенно наполнено там какими-то вещами. По Слободскому я не так давно разговаривал с коллегами, которые занимаются там у вас, так сказать. Наверное, это уже даже перезрело, так сказать, необходимость. Да, и мы сейчас ведем переговоры с Федерацией Дзюдо на то, чтобы у нас, ну, по-настоящему начали выдираться, так сказать, деньги. Я думаю, что мы сможем как раз этот вопрос решить, потому что там много... Я, кстати, принимаю участие всегда в открытии, в награждениях. Много проходит соревнований там и под эгидой Федеральной службы безопасности, и просто состязаний, так сказать, детских. Вот последнее было не так давно. Ну, да. Из большого количества регионов ребята приезжали. Конечно, зал нужно переделывать уже, он должен отвечать там с современным, так сказать, требованиям. Да, я думаю, что мы этот вопрос, наверное, обсудим. Это не самые большие вложения, но это вот... Хорошо было бы сделать это совместно с Большой Федерацией борьбы, да? Или дзюдо, или там самбо, или вольные, или классики, когда сразу могли бы появляться уже и в календарный план включаться соревнования. Вот я просто простой пример приведу. Вот появился манеж, как бы, да? И уже приезжают сборные команды там по десятиборью мужскому, так сказать, по женскому семиборью. Вот детские были замечательные соревнования. То есть появление любого объекта совместно с Федерацией, совместно с Министерством спорта Большим предполагает сразу включение в большой план графика. Большой план графика предполагает возможность детям, участвуя в таких состязаниях, получать новые разряды. Новые... Правильно, это же так происходит. Если это всероссийское соревнование, можете получить там кандидата в мастера или мастера спорта. А если просто прийти и побороться... Да, но все, что я услышала, это все о профессиональном спорте. Это все ничего. Нет, это детский спорт. Я вот, честно говоря, ни слова не сказал, ни о каком профессиональном спорте. Я сейчас слушаю дзюдо, борьба, хоккей с шайбой, лыжные гонки, секунду, лыжные гонки. Как минимум четыре вот этих главных направления для мальчиков. Ну, лыжные гонки чуть-чуть, но вообще-то для мальчика. Легкая атлетика? Девочки хорошо там... Художественная гимнастика. Например, Светлана, например. Я еще раз напоминаю про велосипедный спорт. Я вам говорю. Да, потому что... Я объясню, почему. Потому что этот спорт непосредственно влияет на инфраструктуру города. А это мальчиков спорт? И влияет на каждого человека. Нет. Даже моя мама 70-летняя говорит, если построят велодорожки, будет что-то в центре. Я сяду на велосипед и поеду. Этот вид спорта влияет на развитие... Нет, этот вид спорта влияет на развитие инфраструктуры. Абсолютно. Ну, хотелось бы. Все-таки приедут в основном на эти большие наши стройки. В легкоатлетический манеж опять приедут, наверное. Да, там нужно построить бассейн большой еще. Ну, бассейн-то уже строится с этими целями. Ну, просто. А вот, ну, хорошо. Хорошо, ледолазание. У нас остается одна минута. Ледолазание, которое на горе на Филейке. И там мы сразу с вами вспоминаем, что горнолыжный спорт. Светлана, давайте мы чуть-чуть добавим эксклюзива. И мы, наверное, в ближайшее время там как-то этот вопрос будет решаться. У нас вот-вот-вот в Кирове появится большой, хороший, крытый центр тенниса. Класс. Чуть-чуть добавим интриги, так сказать. Слава Богу, мы добились своего. Это абсолютно для детей. Мы добились своего. Спасибо. Сейчас заканчивается первый час разворота на бизнес. У нас в студии работает Олег Прохоренко и Светлана Занько, Игорь Васильев и Александр Чурин. Через 20 минут продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова